Вторая часть семинара 18 июля 2018 года Мештеснин, так назвал я этот семинар Да, слава Богу Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Господу Продолжаем семинар, который назвал я Мештеснин Мецар это граница Теснина, переводится как теснина, но значение, еще одно значение, это граница И я остановился в первой части на том, что как раз рассказывал о том, что опасно верующему человеку выходить за периметр Царства Божьего За периметр благодати, за границы благодати, за границы Божьей воли, Божьего слова И эти границы это заповеди Божьи, Божья воля, Божье слово, Божья благодать И человек выходящий, и даже приближающийся, я так сравнил это с приграничной зоной, ну в любом государстве, да, есть какая-то граница определенная И когда человек приближается к границе, даже там, допустим, я бывал, допустим, в некоторых таких регионах, там, приграничных, там, с Китаем, допустим, значит, там, другие регионы некоторые Мы были вдоль, возле границы, ну, там еще поселочка, деревня есть, но когда там чужой человек приезжает, как бы, уже по традиции тут же подходят к тебе, там, милиционер, там, значит, там, кто-то еще там интересуется, почему, зачем вы здесь находитесь То есть, как бы, уже, уже проявляют повышенный интерес, бредительность такую повышенную имеют люди там И уже по привычке многие местные уже сразу секут, ага, значит, чужой какой-то человек, к чему бы это? Это приграничная такая настороженность Вот, и полный шалом, он в эпицентре Божьей благодати Полный шалом, полный мир, он в эпицентре Божьей вот этого, Божьей заповеди, Божьей благодати, Божьей любви, значит, и чем, ну, если человек подходит к границе, то там уже, как бы, духовный мир, я так сравнил, активизируется, как бы, да, значит, с обеих сторон уже напряжение есть Но, не дай Божьей, если человек, он верующий, выходит за границу, пересекает границу, да, как вот та овечка Иисус сравнил, да, значит, она уходит из стада, каким-то образом брык, 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 скок, и, значит, убежала, значит, стада все в ограде, а она каким-то образом улизнула И вот, конечно, она подвергает себя смертельной опасности, даже если она того и не понимает, и не соображает ничего, там бежит, просто напролом куда-то несется Но, на самом деле, там кругом опасности, если за оградой здесь пастух, там охрана какая-то есть В ограде-то и то порой враг пытается, если возможно, даже избранных цепнуть, знаете ли, укусить А уж, если мы уходим на его территорию, за периметр Божьего слова, Божьей заповеди, то там уже пиши пропало К сожалению, многие этого верующие недопонимают Но, и как иллюстрацию, очень хорошую иллюстрацию, вот, опять-таки, не только с овечкой, там, с потерянной драхмой, да, еще, значит, когда драхмана, ну, то есть, допустим, к примеру Благоставили меня, да, допустим, к примеру, 10 купюр, допустим, ну, тогда были драхманы, сейчас, допустим, купюры, ну, допустим, по 100 гривен, допустим, да, 1000 гривен, примерно, 1000 гривен, по 100 10 по 100 Ага И вот, значит, и вдруг одна купюра, она потерялась У меня 900, получается, уже не 100 Нет полной суммы этой Вот, значит, и уже эта купюра, она не может быть используема, вот, значит, ну, во благо, будем так говорить, ну, хозяина, да, значит Есть недостача, определенно, там, значит, да, значит, там, ты уже рассчитываешь уже на 1000 гривен, а у тебя нет 1000 этой гривен И вот хозяйка-то, она похватилась, она стала мести Куда же могла эта драхма потеряться? И нашла Нашла эту купюру, как, допустим, по-нашему, сейчас, допустим, 100 гривен, ты нашла О, ну, слава тебе, Господи, а то, что я уже хотел что-то купить, там, уже на 1000 гривен уже нацелилась, уже И нету это сотеньки у меня, вот так вот Вот, и, значит, но потом Иисус рассказал другую притчу еще о блудном сыне, так называемом Хотя, так ее называют, о блудном сыне В традиции христианской и православной нашей традиции тоже мы называем обычно эту притчу о блудном сыне Хотя, по совести, я не совсем согласен с этим Я называю эту притчу притчей о блудных сыновьях Потому что там, так или иначе, имеется в виду необходимость покаяния обоих И старшего, и младшего Просто младший, он такой хрестоматийный грешник, будем так говорить Хлопнул дверью, ушел, знаете, так вот Грешил напропалую, туда-сюда, пьянки, гулянки, значит, распутство Все растранжирил, значит, там, разбазарил, значит, все Ну, ладно А старший, тихоня, казалось бы, все время дома Семейный мальчик вырос в доме отца Он целомудрен, казалось бы, все Но он девствен, но не целомудрен И, знаете, и в Тихом Момоте там порой такие черти водятся И, ну, эти черти обнаруживаются, будем так говорить Какими-то такими обстоятельствами И чаще всего это вот как раз вот конфликт Когда отец прощает всех Он принимает всех И вот это уже здесь уже гордыня уже Когда гордо задевается, одним словом И то старший не захотел даже заходить на порог дома отца Потому что там младший был Потому что младшего принял Отец и дал ему перстень, одежду, все, теленку заколол А тот старший Хо, вот когда тот сын твой, говорит, не брат мой, да Он даже брата моего уже не считает уже, все Когда этот сын твой, все имение твое, там, растранжирил С этими блудницами Че он там, со свечкой стоял, что ли? Ха, вот так вот Значит, он умом своим уже где-то там блудил уже С блудницами А еще, знаете, что он говорит? Ха, укорил отца Вот, ты мне не дал даже, говорит, козленка Повеселиться мне, говорит, с друзьями моими Там, пикничок где-то устроить С козленочком Ой-ой-ой То есть, в сердце и в уме того старшего Там такие черти водились Что, может, у младшего такого даже и в страшном сне не было Вот в чем дело Поэтому эта притча, по сути, и она заканчивается очень печально Если первая, вторая притча заканчивается, ну Ну, хэппи-энд, как мы называем, да Хэппи-энд, ну, хороший конец будем давать Да Конечно, да, там Овечка нашлась, значит, там, значит, там, да Драхма нашлась Все хорошо То здесь, в этой притче последней Вот, что касается тшувы, покаяния В этой притче о сыновьях блудных Не было хэппи-энда Заканчивается она Иисус оборвал ее как раз вот на самом интересном месте Знаете, как в сериале там бывает Раз, серия идет, и вдруг раз Ну, кто же убил ту, эту Санту-Барбару или кого-то еще там начнут Ну, на самом интересном месте Все И плюс еще продолжение в следующем сезоне Жди этого следующего сезона, этого сериала Я не любитель сериалов, просто наблюдал такие вещи, такие сцены Вот, и, знаете, интересно Вот, Иисус оборвал на этом месте И при том не сказал, что потом будет разъяснение этого всего Нет Он оборвал на самом таком трагичном моменте Когда старший, казалось бы, вот тот первый, младший, да, значит Христоматийный, христоматийный грешник Знаете ли, который там, ну, вот такой Вот какой есть Такой он, какой есть, все Грешит, так грешит Летать, так летать Если уж, значит, там, пьянствовать То, как говорится, там, ну, как, грубо говоря, так до усрачки Вот он все прогулял, пропил, проблудил И хуже свиньи жил уже Возле свиного корыта уже, все До поросячьего визга дожил Вот так вот И к нему даже относились хуже, чем к свинье Даже он мечтал напитаться рожками Которые ели свиньи Там не написано, что ему там давали, как свине, хотя бы досы-то поесть Нет, ему не давали даже досы-то поесть То есть, его жизнь, как говорят сейчас, ниже плинтуса была уже Все, вот так вот Но слава Богу И Ишуа сказал Иисус сказал, что Тот младший, он пришел в себя Потом он стал размышлять Наконец-то Гому сапиенс А не просто гому А сапиенс, человек разумный Он мыслительный процесс Задача реформации Это заставить человека думать своей головой Вот Не жить, как свинья Возле свиного корыта И ждать смертного часа своего Вот А думать И действовать Блаженно слышащее слово Божье И те, кто действуют согласно этому слову Живут Исполняют это слово Таким образом именно Вот Действуют в этом слове Слава Богу Шма Собственно, что означает еврейское слово Другое слово Вот И Шва Покаяние Именно вот это означает Он И он встал И пошел И Отец принял его И он Слава Богу Достаточно был смиренным человеком Потому что есть гордость нищего Это То, что Бог ненавидит Знаете ли Слава Богу Хотя он был уже вот таким нищим Да Но он не был гордым Слава Богу У него не было гордости нищего Гордость нищего Это который Не принимает Понимаете ли Не принимает Вот То доброе, что ему дают Вот Значит И это из гордыня Значит И слава Богу Когда ему там дали перстень Дали одежду Значит Он не сказал О нет, отец Я не достоин Все Нет, я не одену Я не достоин Все Слава Богу Он дурака не валял Такого Религиозного Он действительно Он одел одежду Папочка Спасибо Папуля Я тебя обожаю Взял перстень Одел Все Аллилуйя И плюс еще Отец сказал А теперь в дом Не со слугами там Не с прислугой Как ты думал Там в своем уме У мишки своем Там возле свиного корыта Он думал Вот я У моего отца Гот У моего батеньки Эти наемники Хлебушка Вдос это едят А я здесь бедствую И не достоин Называться твоим сыном Прими меня хотя бы Как наемника своего Рабочего Чернорабочего Все Разнорабочего Нет Твоя дорога Не к рабочим сейчас Твоя дорога Прямо домой Это твоя комната Я ее не прибирал Как она вот Была так она и есть Смотри Мы банкет устроили Стол уже накрывают Видишь там теленочек пасется Откормленный Аж лоснится уже Все О Режьте его Режьте Готовьте много мяса Будем Перовать И Сын Слава Богу У него Ум был Уже Обновленный Он не стал говорить О нет Отец Я не достоин Мне бы хотя бы Как-то буратино Три корочки Хлебушка Ха Три корочки хлеба Бедненький Буратино Слава Богу Он не был таким Убогим Слава Богу Он был человеком Уже целомудренным Цельно мудровал Правильно видел Он Отец Папа Спасибо Я снова дома Снова эти пельмешки Вареники Голубцы О Отец Я так соскучился По домашней По родной Своей кухне Он был очень рад Он кушал уже С друзьями Он уже Он не стал даже ждать Брата своего Даже старшего Он приступил Он сразу Он такой Грешил Грешил Покаялся Покаялся Все Принял благодать Принял благодать Лишился благодати Лишился благодати Принял благодать Принял благодать Вот такой Вот такой Тип такой Типаж А тот Который В Тихом озере Чарти водится Вот такой Он пришел Я Всегда Не ослушивался Тебя Я с малых Ногтей Верующий От молока Матери Вырос на Церковной Скамье Я всю жизнь в церковь хожу, я вырос в церкви, я церковное дитя, чистый, нецелованный. Ой-ой-ой-ой-ой, в этом тихом умоте там такие черти водились. Но заканчивается история, к сожалению, не хэппи-эндом. Старший сын даже на порог не захотел зайти. Очень страшно оканчивается, и это пророчески было указание в этой притче на дальнейшие события в жизни Иисуса. Мытари, пьяницы, блудницы валом валили в церковь Иисуса. Каялись, наслаждались новой жизнью, слушали разинов рот Иисуса, принимали исцеление, благодать эту. А люди религиозные, набожные, чистые, святые, как бы непорочные по закону, ходили и скрежетали зубами, как бы подловить, как бы убить, украсть, убить и погубить. Это духовное пробуждение, сиение от Бога. Наши отцы так не поступали, он субботу не хранит, он не делает того, того, того. О, хотя и среди вот той религиозной партии были, конечно, здравомыслящие люди, среди религиозных людей тоже были здравомыслящие. Помните Никодим, да? Здравомыслящий был, он там был как белая ворона. Он говорил, что судит ли наш закон человека, если не выслушать его, слушайте. Нехорошо так судить за глаза. А ты из Галилеи, ты не знаешь вообще ничего. Вот и весь сказ. Вот такая история. Да, друзья, и за две тысячи лет мало что изменилось. Человек, он такой же человек. И сегодня в наши дни, когда космические корабли, как говорится, бороздят просторы Вселенной, человек, гомо сапиенс, такой же, гомо, такой же сапиенс или не сапиенс. Абсолютно все то же самое. И семинар этот назвал я сегодняшний и завтрашний меж теснин. Или вдоль границы, или возле границ. И не дай Бог уйти за границу. Царство Божьего государства. Да, друзья. И пример, из Писания очень много примеров. Но я хочу еще один пример привести. Я читал из Ветхого Завета в первой части. В этой второй части я хочу прочесть из Нового Завета слова Иисуса из 10 главы Евангелия от Матфея. С 10 главы Матфея 6 стиха он посылает к погибшим овцам дома Израилева. Дальше говорит. Хотя, проповедуйте, приблизилось Царство Небесное. Многие недопонимают трагизма и величия вот этого послания. Знаете ли, приблизилось Царство Небесное. То есть, границы Царства Небесного, Царства Божьего, то бишь, расширяются. Знаете, здесь как бы двоякая такая история. Я рассказывал вам о том, чтобы надо, в первой части особенно, да, о том, что надо быть под зонтиком Бога, под покровом Бога. Потому что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище моя, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, все прекрасно, все прекрасно. Да, Он защита моя во время скорби, Он покров мой, Бог покров мой, слава Богу. Не Богородица, не святые какие-то, еще не церковная структура, ничто, ничто. Только Бог наш покров, Бог наш покров. Слава Богу. Вот, и, но, но, есть еще и другая история. Вот она здесь описана. Иисус посылает расширять эти границы, приближается Царство Божье. То есть, это можно сравнить, как вот, тоже как с войной, перегружение границ, но такое, как война освободительная. Как там большевики говорили, да, мы грабим, но мы грабим награбленное. Вот, то, что дьявол награбил, мы теперь все это у него отнимаем. Написано, больных исцеляйте. То есть, когда человека мы исцеляем, молимся, и больных исцеляем именем Господнем, Бог через нас, то бишь, действует таким образом, то, что совершается, каждый исцеленный больной, это как будто бы еще одна, пять земли, отвоеванную Царство Тьмы и перешедшее в Царство Света. Каждый исцеленный больной. И даже не важно, он покаялся после этого, не покаялся, Иисус тоже не смотрел на это все. Иисус не смотрел, покается он, не покается, возродится, не возродится, хотя он тоже, конечно, его желание, чтобы все люди спаслись, его желание, чтобы люди покаялись. И даже когда такая печальная статистика была у него в служении, к сожалению, там 10 прокаженных очистилось, представьте, страшнейшая болезнь, это не просто ОРВИ, ОРЗ или что-то еще, плоскостопие или что-то еще, это проказа, страшнейшая зараза, страшнейшая болезнь. До сих пор ученые в шоке от этой заразы, лепра, да, значит, проказа. И 10 прокаженных очистилось, 10 человек, и только лишь один из них, печальнейшая статистика в служении Иисуса, один из десяти только вернулся, и Иисус, конечно же, он сказал, а где же 9? Один вернулся, и тот не еврей, но слава Богу, хоть не еврей, но вернулся, чтобы воздать славу Богу, пусть даже и он и не еврей, но он вернулся. А где же евреи, где же 9 тех евреев, братьев моих, почему они не вернулись? Та же ерунда сегодня происходит. Каждый служитель, каждый христианин может примеров десятки назвать, я не исключение я, я тоже могу назвать много очень примеров, к сожалению, когда люди исцелялись, и исцелялись от страшнейших заболеваний. Так, где же они? Я даже не знаю многих, где они, что? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, вот эту заразу очищайте, мертвых воскрешайте, спасибо Господь. Бесов изгоняйте, все это границы царства распространяются, да? Границы царства, то есть человек несет царство в себе это, и написано, даром получили, даром давайте, бесплатно, for free, бесплатно, все. Это не просто сейлы, это не просто распродажа, налетай, подешевела, нет. Бесплатно, вообще, за все заплачено, Божьей благодатью, Божьей любовью оплачено. Хо, удивительнейшая история. Дальше он говорит, в какой бы, одиннадцатый стих, какой бы город или селение не вошли вы, вот мы входим в город какой-то, в какое-то селение приезжаем, в какой-то город приезжаем. Приносим тогда царство Божье. Хо, где здесь больные? Где здесь прокаженные? Где здесь несчастные? Где здесь разведенные? Где здесь суицидные всякие-то с мыслями этими бродящие, бродящие, хотящие убить себя? Где там эти наркоманы? Где там эти алкоголики? Где эти блудницы, проститутки? Где эти сутенеры? Где эти коррупционеры? Где эти казнокрады? Все сюда. Я буду всех сейчас вас исцелять, благоставлять, потому что царство Божье во мне. И я несу это царство Божье. Вот ученики пошли царство Божье распространять. Хо, написано, написано, наведывайтесь, кто в нем достоин. Так, а кто достоин? По сути, никто не достоин. Хо, здесь имеется в виду, кто принимает, действительно, принимает розинов рот. Хо, я думаю, что в тех селениях, где, допустим, жили многие там, ну, та же Марфа, Мария, там, были и побогаче люди, и дома-то, может быть, получше были у них. Но Иисус любил бывать у них. Почему? Достойно. Почему? Потому что откликнулись. Их сердца открыты. И написано, и там оставайтесь, пока не выйдете. То есть, служение начинайте. И отталкивайтесь, как бы, от этого места. В этом городе, в этом селе. А входя в дом, приветствуйте его. То есть, дается шанс любому дому. Прихожу в дом и говорю, мир, дому всему. Шалом, алейхем. Шалом, алейхем. Эй, вейну, шалом, алейхем. Эй, вейну, шалом, алейхем. Эй, вейну, шалом, алейхем. Эй, вейну, шалом, 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 алейхем. Я вам желаю мира, счастья, благословения, я всем желаю мира. Здесь, я сейчас на улице Киота, а рядом улица здесь Шалом Алейхима, кстати, великого нашего еврейского писателя. Да, гигант, титан, слава Богу. И так вот, прихожу, благоставляю, Шалом, Шалом говорю, и вдруг люди же по-разному реагируют. Какой Шалом? Нам это не подобается, нам это не нравится. Нет, мы не принимаем. А если принимают, написано, и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. То есть тот мир, который мы носим в себе, в носителе Царства Божьего, мы говорим, мир, Шалом, принимаешь, молодец. Придет на него благословение, исцеление, очищение, благословение, освобождение. Если же не будет достоин, так даже Иисус с этим сталкивался, не только ученики его. Его вид был, как путешествующий в Иерусалим. Ну, еврей, куда деть свое еврейское? Вот все. И его не хотели принять. Целое село, не просто там, в целом селе самарянском не нашлось даже одного двора, даже одного дома, который бы принял бы путешествующих евреев. Они все, всем селом сказали нет, от ворот по ворот. Вот так вот. Настолько-то их задело, настолько ученики были удивлены. Они понимали, это самарянское село, это не еврейское село. Но они понимали, что негодные люди в их понимании, еретики, отступники, сектанты, не евреи, но хотя бы уж один дом какой-то будет достойный, который откликнется. Пусть там за деньги, или как там, или по благодати, но примет нас. Ни одного, представьте, целое селение, ни один дом. Все закрывались. Нет, уходите отсюда, проходите, бегом отсюда, евреи, вон отсюда. Настолько это сильно разозлило учеников, что там они дали место дьяволу даже, своей злостью. Дух инквизиции стал зудеть у них, свербеть. И они сказали даже Иисусу Пётру Иоанну, что давай мы помолимся, прямо сейчас помолимся. Они вышли из села, вот оно село, прям как на ладони, с горы. Давай мы сейчас помолимся, и сойдет огонь, и сожрет все это село. И они понимали, что Иисуса на мякине не проведешь, они понимали, что Иисусу надо, он есть слово, ставшее плотью и обитавшее с нами, поэтому его нужно словом уломать как бы. И они вырвали из контекста Писания, как всегда, как дьявол делает, да? Вот так ученики сделали. То есть дьявол через Петра и Иоанна очень сильно стал действовать тогда, царство тьмы, как и Илья сделал. Ну он же жёг одного пятьдесятника с его пятьдесятком, и второго пятьдесятника с его пятьдесятком. Ну как бы и мы сожжем этих пятьдесятников там, сожжем этих самарян, сожжем этих там кого-то еще. И слава Богу, Иисус остановил этот инквизиторский пыл учеников своих. Сказал, не знаете какого вы духа. То есть они в тот момент были не духа Христова однозначно. Потому что Христос пришел, чтобы не губить, а спасать погибающих. Вот, если же не будет достоин, не надо там верещать, призывать суды, что-то еще, нет. Мир ваш к вам возвратится. Все. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то что сделаете? Выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Все. Отметаю прах. Все. Я ничего больше не могу сделать здесь. Предоставьте это все Богу. И дальше говорится истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомска и Гоморска в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, просты. Да. Вот слова Иисуса. Как овец среди волков. Овца. Овца плохой проповедник волкам. Вот. Для волков овца это лишь пища. Не для размышления, а для желудка. И поэтому много очень людей действительно в этом мире на христиан смотрят просто лишь вот как вот так вот. Но овца, овечка, посланная к волкам, имеют и несущие это царство в себе Божье, это послание, Евангелие, царство небесное, царство Божье, имеет великую благодать, великое благословение. Так что волки в шоке, как говорится, видят зуб, видят глаз, вернее, а зуб не имет. Если бы не Господь был бы с нами, сожжали бы с потрохами. Если бы не Господь был бы с нами, расскажет Израиль. Но слава Господь с нами. Слава Богу, Господь с нами. А в Новом Завете и вот это послание потрясающее, откровение, таинство, Христос в нас, упование, слава. Да, друзья, семинар этот назвал я «Межтеснин». Межтеснин. Границ, между границ. Вот, и примеров можно много приводить и из своей жизни, и из жизни других, братьев, сестер, из истории христианства, из истории Израиля. Но в первую очередь, наверное, из истории Израиля. Из библейской истории в первую очередь даже. История Израиля огромна. И я буду, конечно, примеры приводить из истории Израиля, значит, постбиблейской уже, после написания Библии, после канонизации Библии, как бы, значит, составления канона Библии, произошедшей. Вот, и что происходит между «Межтеснин». Вообще, это время, сами эти дни в традиции, древней еврейской традиции, они называются именно таким образом. «Межтеснин». Да, от 17-го Томуза. От 17-го Томуза до 9-го Ава. От 17-го Томуза до 9-го Ава. Эти дни так и называются «Межтеснин», «Бейн» а «Мецарим». «Мецар» — это, значит, граница или же «Теснина». В этом году, получается, да, с 30-го июня, смотрю я, по 21-го июля. Вот уже на днях, в эту субботу уже завершается. Значит, многие постятся в эти дни. 9-е Ава, которое вот выпадает, 21-е число, да, значит, июля в этом году, выпадает на субботу, значит, ну, потому что выпадает на субботу, на День Господний, поэтому в традиции еврейской не принято в День Божий негоже поститься, печалиться, поэтому суббота есть суббота, это было святое. Вот, поэтому переносится, ну, мы обычно делаем или раньше, или позже, вот, значит, но по традиции позже, вот, поэтому, значит, на воскресенье переносится пост 9-го Ава. Но для нас, новозаветных верующих, есть великое утешение, даже в эти печальные, казалось бы, воспоминания о трагедиях. О трагедиях было много, я постараюсь, даже и завтра буду еще кое-что рассказывать, и вот сегодня в третьей части буду рассказывать, но достаточно вспомнить, допустим, трагедии какие в эти дни, в эти три недели, произошедшие, как бы, да, между теснин. Моше, Моисей сходят с горы со скрижалями, заповедями. Да, я вспоминаю сейчас события очень давние, казалось бы, но, опять-таки, казалось бы, давным-давно, 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 но на самом-то деле ничего не изменилось. На самом деле человек есть всегда человек. Вот, и в Африке человек не человек. Так вот, и Моисей сходят с горы. События, о которых сейчас я рассказываю, это события, произошедшие, описанные в Библии, в книге «Исход». По хронологии это было 3330 лет тому назад. Да, в этом году интересно такое совпадение. Через три года будем отмечать 3333-летие со дня исхода нашего из Египта, из рабства египетского. В этом году мы отмечали вот на Песах, на Пасху, наш выход из рабства, потому что для нас новозаветных верующих Пасха – это Христос. Мы вспоминаем и о выходе из рабства, что мы не рабы, рабы не мы, что мы свободны во Христе Иисусе, и наша Пасха – это сам Иисус Христос. Но вспоминая о Великом Исходе, перечитывая Библию, вспоминая о Великом Исходе из рабства, да, мы в этом году праздновали 3330-летие нашей свободы. Нашей, даже если вы не еврей, даже если вы по национальности украинец, русский, белорус, грузин, неважно, кто вы по национальности, Пасха – это праздник свободы. Швидоба, да, праздник свободы, это праздник для всех. Праздник для всех. И изначально Бог это показал, потому как согласно еврейскому преданию, которое уже в наш век уже не является просто преданием, а является уже историческим фактом, потому что археология, наука полностью доказала истинность этого еврейского предания. Согласно еврейскому преданию, которое еще с самых Моисеевых времен передается, из уст в уста, и уже в раннее средневековье уже были записаны некоторые эти предания. Так вот, согласно тех еврейских преданий, большая часть народа Израиля, потомков Авраама, Исаака, Якова, Поплоти, во времена Машера Бейну, во времена Моисея, учителя, пророка нашего, так и не поверила Господу, и так и не вышла вслед за Моисеем из Египта, а остались в Египте. Разные мнения есть, сколько процентном отношении не уверовала, а сколько уверовала. Большинство считает раввинов, даже сейчас, что две трети, разные мнения есть, 50 на 50, или две трети уверовала, одна треть отпала неверим, или другие, наоборот, говорят, одна треть уверовала, две трети отпали неверим. Разные, я считал мнения, вот разных, будем так говорить, учителей. Так вот, но, я обычно на уроках вспоминаю, на семинарах вспоминаю такое утверждение, что две трети все-таки вышло, вот, а треть отпала неверием. Отпала неверием, и так и осталось в Египте. Археологи нашли следы огромного еврейского присутствия, и после времени, датируемое, и временем, после уже времени Великого Исхода. Поэтому это все уже исторический факт, а не просто еврейское предание. Вот, научный факт. Так вот, и большая часть, больше или меньше, мы точно не скажем сейчас, евреев, так и осталось в Египте. Но, согласно этому же преданию, за место отпадших неверием, отпадших неверием, природных ветвей Бог привил на их место верою с диких ветвей, будем договорить, множество диких ветвей, пришельцев с разных народов. Об этом в Библии очень вскользь говорится, несколько раз говорится о пришельцах. Это не НЛО, это не инопланетяне, потому что сейчас обычно пришельцы, мы говорим, имеем в виду, по СМИ, по всем там, это неопознанно летающий объект какой-то, допустим. Нет. Пришельцы, это не инопланетяне. Пришельцы Библии, это те, кто присоединились, пришли, откуда-то, допустим, да, пришлые, пришлые, еще есть такое, да, выражение, пришлые, вот слово такое, старинное, уже так не выражаются, в принципе, старое русское слово, пришлые, так вот, или пришедшие, как бы, да, так вот, с разных народов, проживавших в Египте, а Египет был центром цивилизации мировой в то время, Бог привил верою множество этих ветвей, которые по природе были дикими, но стали благородными, стали природными, потому что они привились на место отпадших неверием. Великий Гиюр совершился, Божий Гиюр, привитие. В Новозаветную эру повторилось все, так же повторилось, дамы и господа, большей части или меньшей, мы не знаем точно, процентном отношении, сколько евреев отпало неверием, но Бог привил верою, да, Бог привил верою, множество из диких маслин, из диких ветвей, привил с разных народов верою, поэтому Пасха, с самого начала, даже та Пасха, которая была 3330 лет тому назад, она была Пасха, не просто национальная, а интернациональная, и потому еврей, это в первую очередь, интернационалист, еврейский национализм, он интернационален, еврейский, ну, любой национализм, в любом народе, это, как правило, да не то, что как правило, за редчайшим исключением, любой национализм, он подразумевает, именно, строго национальность, вот именно, граница своей нации, и очень ревниво смотрит на межнациональные, там, отношения, братья, тем более, или что-то еще, евреи всегда были в своей истории, я не говорю об исключениях из правил, а как правило, как правило, были всегда в своей истории, мы были интернациональны, открыты, хотя, со стороны, кажется, наоборот, очень замкнуты, казалось бы, евреи, евреи, кругом одни евреи, на самом деле, любой человек, абсолютно любой, чукче, эвенг, эскимос, африканец, американец, китаец, японец, любой человек, пожалуйста, он может стать евреем, быть евреем, прямо сейчас, прямо в это мгновение, стать евреем, все, евреи, это не просто, кто такой еврей, а это, что такое еврей, правильно раввины многие говорят, что такое еврей, и согласно Библии, мы об этом должны размышлять, слава Богу, друзья, делаю перерыв, и продолжение, в 18.00 по киевскому времени, семинар Меж Теснин, благоставляю всех вас, во имя Господне, Аллилуйя, да благословит тебя Господь, и...